Девушки отдыхают О передаче в безвозмездное пользование Кировской региональной общественной организации помощи бездомным одиноких нет Муниципального помещения по адресу Подгорная 18, огромный 9-подъездный, если не ошибаюсь, дом Да, там почти 300 квартир, если я верно помню, 280, по-моему Да, ну вроде передали и передали, благое дело сделали, но, как выяснилось, местные жители, они прям в штыки приняли решение депутатов Потому что в этом же здании находятся несколько детских образовательных учреждений дополнительного образования, в том числе спортивная школа Ну большие дворы, дети из других районов туда приходят, из других домов И многие посчитали, что соседство... Организация одиноких нет занимается, надо сказать, помощью бездомным Вот слушай, я только не понял, они собираются предоставлять ночлег там бездомным или только услуги парикмахера, еда? Это социальные услуги, там даже не будет еды, это социальные услуги, там не будет еды, там будут только парикмахерская возможность, как я понимаю, пройти какие-то гигиенические процедуры, как написано Вероятно, душ принять там, да? Душ принять, умыться и помощь с оформлением документов Ну ситуация, я думаю, что довольно легко ее каждый из нас может представить, да? Ну да Представьте, в вашем доме открывается заведение, куда будет постоянно идти особый поток, особый контингент Вот многим местным жителям это не понравилось и что-то там сейчас происходит Люди собирают подписи против этого решения, хотя помещения муниципальные, по закону, конечно, администрация, как я понимаю, имеет право не спрашивать там, да? Но никто не хочет, наверное, жить в ситуации, когда кто-то там тобой недоволен Уж точно это, наверное, не общественные организации, которые целью себе ставят кому-то помогать В общем, мы попробуем разобраться во втором части, взвесить все за и против и выяснить, как ситуация в дальнейшем будет развиваться Ну, в частности, есть предложение на очередном заседании городского парламента снова поднять этот вопрос и какие-то варианты поискать Да, попробовать найти другое помещение, которое, может быть, не вызовет такого противодействия, скажем так, к соседям Ну, а в первом части мы про дороги будем говорить Давненько не говорили о них, да, пришла весна Но в целом дороги вроде остались Ты знаешь, я могу тебе сказать, дороги, может быть, и остались, но периодически, когда я по ним еду, я боюсь, что я оставлю колесо где-нибудь там, да? Причем даже здесь, вот на улице Московской были некоторые участки Непосредственно на районе Театральной площади В районе Театральной площади, да, совершенно верно Попадаешь в ямку такую и думаешь, да что ж такое-то, да? Ну, знаешь, меня как автомобилиста напрягают участки Выезда со второстепенной дороги на главную дорогу Ты уже должен в это время пропускать потоки, да, поперечные смотреть, чтобы выступить в дорогу Я не знаю, почему вот в месте стыка этих дорог Видимо, одну ремонтировали, может быть, другую не ремонтировали Возникают ямы И ты, когда пропускаешь людей, автомобилистов Ты, соответственно, не смотришь особо под колеса И ты вот бух в эту яму огромную И все И все, тут можно действительно колесо оставить А потом все равно съедешь А цены-то растут Давайте сейчас представлять наших гостей Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Сичихин Добрый день Добрый день И его коллеги по группе Денис Парлок и Шамиль Бузиков Здравствуйте 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 Дороги лучше не стали К сожалению, вместе со снегом, в том числе, где-то и асфальт сошел Вот я буквально к вам ехал на эфир по Старому мосту И, наверное, по нему можно судить о состоянии дорог в целом в городе Но он же так и называется, Старый Это один из въездных ворот в наш город И жители нашего региона и других соседних регионов республик Видят, в принципе, как раз вот эту срамоту Асфальт там давно уже в непригодном состоянии Болит, вот там, прилутковая часть Просто звали на песком, не о какой-то уборке О чем нам много раз говорили на прошлой неделе Никакой речи и нет Но и кроме этого, улица Дзержинска, о которой мы как раз там три недели назад говорили на рабочей группе Она в том числе, а также оставляет желать лучшего Я напомню, что ремонтировалась она меньше двух лет назад И там какое-то особое еще покрытие применяли Да, Шима-16, на нее было потрачено более 230 миллионов рублей И, к сожалению, появились как продольные, так и поперечные трещины Выщелачивание верхнего слоя асфальта Соответственно, там, с ливневой системой не все в порядке Поэтому вопросов очень много Сейчас как раз идет, насколько я знаю, там, обследование гарантийных участков И я думаю, что нас завтра, наверное, на рабочей группе с результатами ознакомят, если они уже готовы Но, по-моему, в прошлом году озвучили, что более 90% дорог в ненормативные состояния пришли Это из тех, что делались по наш проекту? Да, из тех, что ремонтировали, соответственно, да, их необходимо ремонтировать по гарантии В этом году, я думаю, что ситуация будет не лучше Шамиль 3 поставил, показал нам Шамиль, микрофон к себе, пожалуйста У нас сегодня дефицит небольшой 3 из 10 или из 5? 3 из 5, конечно Ну, в целом-то, если ситуацию сравнивать Вообще 3, это удовлетворительно, я допомню, да? То есть ездить можно Это любимая оценка администрации Ездить можно, мы... Поэтому говорим о Кирове Ну, конечно, мы наблюдаем, ведь, как бы, дороги есть Мы по ним ездим, передвигаемся Как бы особых проблем нет Нет такого, что было, там, скажем, 10 лет назад, вспомните, да? Вот Я всегда привожу пример, 2007 год Честное слово, там было Ну, вот, по улице По улице Луганской я двигался, как сейчас помню, да? Ехал на первой скорости, вот так вот, за троллейбусом просто-напросто Со встречной полосы на свою тихонечко Потом опять, там были реально канавы Сейчас вот канавы, если вы не наблюдаете, таких нет Да, есть там дефекты, конечно Они никуда не денутся, они будут из года в год Вот, но в целом, в целом двигаться можно Да, многие из тех улиц, из того периода улицы Можно вспомнить производственные комсомольцы Двигаться можно Двигаться в целом можно, но двигаться с комфортным нельзя Вот так Вот как судить? Правильно говорят Двигаться можно, да, город стал лучше И никто не говорит, что такие деньги колоссальные Это уже, если посчитать с 2016 года, сколько денег у нас вкладывается в дороги Это уже более 5 миллиардов рублей Да, с начала реализации программы, то более 5 миллиардов рублей уже вложено в дороги к городу Кирова Казалось бы, должно быть лучше, должно быть комфортно для водителей Ну и стало лучше Это стало лучше, но мы же комфорт не ощущаем Стало лучше, но комфорта никто не ощущает Комфорт обычно все начинают ощущать где-то к сентябрю, когда вот все ямы уже залатывают Подождите, какой мы комфорт имеем сейчас в виду? Именно вот по проезжей части Вот это движение Именно вот по проезжей части Чтобы, понимаете, мы ехали и не ощущали, что скоро поймаем яму Да-да-да, вот я говорю Не ждем подвоха такого Такой подвох, он у нас постоянно происходит на сегодняшний момент Да, и у нас ты едешь, и кажется, все замечательно, хорошая дорога Но потом раз, такой нежданчик, либо где-то колодца провалилась Либо где-то стыд, как вы рассказывали Либо яма образовалась просто на пустом месте Либо провал Вот эти нежданчики не хотелось бы ощущать Хотелось бы вот ездить комфортно И вот по хорошей дороге, когда ты знаешь, что более 5 миллиардов рублей Вложили уже из федерального бюджета в дороги города Кирова А это вообще возможно? То есть, ну, мы же вот сейчас про Киров говорим Есть пример регионы, где нет ям по весне? Где так замечательно? По весне ямы, они, наверное, везде есть в каждом регионе Но вот в таком состоянии дороги не в каждом регионе находятся Если там далеко ходить не надо Опять же, не буду приводить пример там с Казани Ну, понятно, да, разные истории Теперь можем сходить, да, примерно Нет, давайте съездим лучше Давайте съездим, да Я недавно был в Перми, там ездил Как дорога? Ну, нормальные дороги Не скажу, что плохо Да, конечно, есть проблемы Есть такие же небольшие маленькие улочки До которых еще ремонт тоже не дошел Не-не-не, я не про Перми До Перми доехать-то нормально, можно? Нет, до Перми зависит По Кировской области поедете, будут большие проблемы Сейчас в рамках федеральной автомобильной дороги Проблемы есть, спорить не буду Проблемы есть и в Белохолнинском районе Амутинском районе Афанасьевский район, он уже более-менее А дальше уже, когда ты пересекаешь границу с Кировской областью Дорога совсем идеальна становится Почему так? Мы такой вопрос задаем ФКУ Прикамье Они говорят, что там денег вкладывали больше Здесь вкладывали меньше Поэтому дорога вот такая в плохом состоянии Но ситуация будет исправить Да, потому что, если честно То почему-то ФКУ Прикамье от Пермской границы до Перми Капитальный ремонт производит В основном всегда дороги А в сторону Кирова, от Кировской границы Да, только ремонт Либо с фрезерованием нижнего слоя И два слоя Либо со всем фрезерованием и выравнивающий слой Но такой ремонт производился в 17-м году Поэтому сейчас Многие дороги Ну, многие дороги в сторону там Перми На сегодняшний день В неилучшем состоянии В худшем, можно сказать Лучше на поезде Ну, возвращаясь к сумме 5 миллиардов вложили, да За эти, за последние годы Ну, это более 5 Более 5 Да, более 5 миллиардов Но надо же прекрасно понимать Что делают дороги Те же самые люди Те же самые материалы Тем же самые технологии, да В этом-то отношении Ничего не именилось Нет, на самом деле На самом деле Как нам говорят И технология И материалы Они немножечко изменились Все-таки там 21 века Если раньше Применялись там До ЧМА-15 То сейчас Уже инновационный Как нам говорят Инновационный материал ЧМА-16 Но, как мы видим Чем он инновационный Я все никак запомнить Я вам скажу Чем он инновационный Там просто Размеры Для обывателей Просто, да Размер камушек Маленьких камушек Которые там есть Шамиль, мы напомним Исповедует Наученный подход Да Ну, я не буду говорить Просто нам просто Фракция Она немножко другая Вот и все То есть он крупнее Вот и все Вот в этом Принципиальное отличие А то, что Денис сказал Ну, я так поймаю А то, что нам говорят Это был юмор Да, это был юмор А стоимость возросла Ремонта Нет Я-то думал, что сейчас Денис сказал о том Что 21 век Там нанотехнологии Да, там Нанотранжекторы Какие-нибудь применяют Там еще что-нибудь Постоянно новости идут Что из пластика дороги Уже делают С применением резиновой крошки Из старых подкопок Я думаю Он думал Это он и скажет Где и даваться Про ЧМА-16 Который там В Европе применяется Ну Долгий промежуток времени Но У нас вот К сожалению Дошел не так Не так давно до нас Но вот мы вот Ощутили Уже пару лет Мы ощущаем Этот ЧМА-16 Ну вот эти Инновационные технологии Которые мы говорят Результат налицо Подождите Я хотела спросить Все-таки вот Денис сказал Что дороже стоит Да Да Давайте разоем эту тему То есть я правильно понимаю Что если мы используем ЧМА-16 Вместо Каких-то Вместо 15 Вместо 15 То мы меньшее количество Дорог отремонтируем Получается да Там стоимость По-моему Тысячи на 2-3 С тонны Если я не ошибаюсь Разница идет Фракция крупнее Поэтому он дороже С учетом того Что у нас В этом году Стали применять Асфальт Ну Не только в этом году В прошлом В общем А-16 В этом году еще применяют А-16 на нижний слой Раньше применяли Б-2 Ага Да Извините Да Поэтому в данной ситуации Удорожание Практически в два раза Асфальта Ну стоимость Ну тонны Да Тонны Потому что И в данный момент С учетом увеличения суммы На ремонт дорог А у нас в кавычках Порядка 12 миллиардов Дорожный фонд В этом году То по факту Получается Мы сделаем За 12 миллиардов Все то же Что делали там 4 года назад 3 года назад Например Все в этом же объеме А может и меньше Хотя За такие суммы Мы могли Спокойно сделать Намного больше По логике Мы должны получить Больший срок эксплуатации Данных участков Отремонтированных С ЧМА-16 Но мы видим Примеры я приводил Там та же улица Дзержинского Та же улица Фабричная Афганина По которой практически Нет потока Тем более грузовых автомобилей Они уже имеют Ряд недостатков Поэтому И нуждаются В гарантийном ремонте Да Качественнее Скорее всего С учетом даже Новых материалов Новых для Киевского Области Материалов Поправлюсь Ну По-моему Не стало Так на ваш взгляд В чем проблема Заключается Вроде материалы лучше А зачем Я не могу понять Был С ЧМА-15 А результат вроде такой же Я и говорю Может быть снизить стоимость Просто смотрите Как Константин сказал Стоимость стоны Выходит в два раза дороже Действительно проблематично Но В основном Если сравнивать С ЧМА-15 И С ЧМА-16 Такие же свойства Понимаете Он чуть-чуть Ну то есть Он чуть-чуть лучше Чем С ЧМА-15 Чуть-чуть То есть Немножко прочнее Все Но при этом Значительно дороже Да Вот поэтому Вопрос-то другой Зачем Просто возникает вопрос Зачем Давайте будем откатывать Эту технологию Откатимся обратно К ЧМА-15 Откатывать ключевое слово Наверное здесь Нет Давайте откатимся обратно К ЧМА-15 Он будет дешевле Но на эти деньги Мы отремонтируем Больше количества Автомобильных дорог Но они простоят Столько же Поверьте Как и ЧМА-16 Извините А здесь Здесь например Мало есть Здесь 15 Сейчас Держинского производства Это нам же администрация говорила Сейчас на сегодняшний день Такого разделения нет Это было еще в прошлом году Когда там И позапрошлом Когда улицу производственную делали Они Опробировали ЧМА-16 На улице производственная И потом на улице Держинска Остальные улицы катали На ЧМА-15 Сейчас на сегодняшний день С учетом тех контрактов Которые торгуют Мы этого не наблюдаем У нас везде Сейчас закладывают ЧМА-16 На нижний слой Ищем А-16 На верхний слой Без разницы Это улица Спаская На которой там Большегрузы не ездят Это улица Не знаю Там еще дополнительно Какую-нибудь улицу Там Ленина взять Либо еще какие-то участки По логике вещей Мне кажется То что прочнее и дороже Надо там Где большой поток машин И есть большегрузный транспорт Включая общественный По логике вещей Мы же неоднократно говорили О том что Вот например Давайте приведем пример На с остановочными павильонами С остановочными карманами Когда мы говорили Что в основном На больших улицах Их надо укреплять Дополнительно Проседают И мы это наблюдаем Элементарно Вот тут Сума Например Да Там идет большое проседание Где не было укрепления А где были укрепления И где проводили Именно Вскрывали Дорогу Получается Дорогу Укладывали плиты Все это заново Закладывали И потом асфальтировали Там мы наблюдаем Что все идеально Это улица Ленина В районе улицы Темирязева Такую работу Производили Ну там Темирязева Нагорная получается Там есть пара Остановочный павильон Там например С остановками Проблем нету И нет никаких Вспучиваний асфальта Все идеально И все Замечательно стоит Это понимаете Мы много-много Говорим И к этим вещам В итоге все равно Администрация Когда-то приходит Но почему-то Она сначала Не соглашается К примеру Это насчет Плавающих колодцев Вот это Хорошая примерность Вот прямо сегодня Прямо сейчас Мы про это говорили Еще три года назад Что давайте ребят Применять плавающие колодцы Потому что Есть большая проблема Проседание колодцев Нам говорят Да нет Идите вы Как можно дальше Мы тут умнее Мы тут сами Все разберемся В итоге Проходит три года Что нам говорит Сейчас водоканал Когда он Опробовал это В течение двух лет Что ребята Давайте-ка Не только Они будут применять Эти плавающие колодцы Что давайте Это включаем В правила Правила Да Благоустройство Изменить Они предлагали На заседании Городома Из-за И если бы Наверное Тут водоканал Не проявил инициативу Здесь наверное Надо там Директору Все-таки Спасибо сказать Да То вряд ли Мы бы увидели Во-первых В этом году Масштабный ремонт колодцев А несмотря на то Что еще весна Лето не началось Достаточно много Колодцев было отремонтировано Есть большие вопросы К сроку их ремонтов Когда перекопали Все центральные улицы И три недели Водители Объезжали Эти участки И пока там В СМИ Не начались Укоры В адрес администрации Они их не заделали Но тем не менее Эффект уже есть И как там Как раз Привел пример Директор водоканала Разница в цене Десять процентов Раньше да Стоимость В два раза Примерно Варьировалась Между обычным колодцем Да И плавающими Сейчас разница Всего в десять процентов Ну у меня такое ощущение Вот когда я смотрел Заседание Комиссии Городской думы Администрация Как будто Впервые об этом слышит Хотя были все Представители и начальник Департамента городского хозяйства И заместитель главы администрации Отвечающий за ДГХ И так далее Все глаза округляли Ну то есть получается Мы тут наверное Без там Иронии Мы в рабочей группе Наверное немножечко Поумнее Почему-то получается У нас даже В данной ситуации Например мы сейчас Если перейдем К разговору По поводу там Строительства Кольцевых развязок Там то что Сейчас Павел Корчагин В Макаре собирается строить Карломаркс Октябрьский проспект Карломаркс Октябрьский проспект В данной ситуации Мы тоже неоднократно говорим Я буду уверять По этому поводу Что не надо Спешить строить Надо сначала Сделать временно Как это было сделано На Карломаркс Конечно это временно Мы рассчитывали Что когда Ой на Павел Корчагин В Макаре Мы рассчитывали Это временно Не на два года затянется А хотя бы на полгода Максимум Но в итоге Это затянулось Более двух лет Но вот такие временные Перегрёстки Они показывают Насколько это эффективно Нужно там строить В дальнейшем Или нет Вот например Октябрьский проспект Карломаркса На мой взгляд Там неэффективно будет Кольцевое Вот на мой взгляд А зачем оно там А я тоже понять не могу Зачем оно там Здесь ещё одна проблема есть Когда я узнал Будучи ещё директором АТП Когда я узнал Что будет круговое движение На этом участке Карломаркса Октябрьский Я присутствовал на совещании Уже наверное На шестом Впервые Я задал вопрос Как мы Троллейбусное движение Проложим Куда мы поставим опоры Посреди них ставить Нельзя Как мы Так чтобы не обесточить Соответственно Все округлили глаза Поэтому у меня был большой вопрос Вы коллеги А никто про троллейбусы не подумал Да Вы коллеги Что хотите вообще Троллейбусное движение убить Или что Или хотели Чтобы пассажиры Водители У нас сначала Принимается решение К сожалению В том числе И вот этот пример Я привел А потом уже делается Я хочу ещё вернуться Как раз К вопросу Анны Почему не проводятся Какие-либо там Испытания и так далее Они по правилам Должны проводиться Я думаю там Шамиль Меня поправит Если я не прав Но вообще должны проводиться Серьёзные Геодезические И так далее Там исследования Испытания В том числе Там по нагрузке На дорожную сеть И так далее Этого ничего не проводится Как мы видим Даже количество колодцев Не считается Когда там Улица Труда Года три назад Ремонтировалась И под асфальтом Оказалось там Порядка по-моему Тридцати колодцев Если я не ошибаюсь То есть никто не выходит Из кабинета Составляется всё на коленке Кроме того Мы удивляемся Там не держит Не выдерживает Нагрузки Асфальт Есть Пешеходные дорожки Которые Ремонтировались Год-два Назад Которые Не выдерживают Нагрузки Даже пешеходные Не говоря уже там Если бы проехал Какой-нибудь там Большой груз и так далее В целом Речь о том Что Ничего этого Что должно проводиться Не проводится А почему не проводится Никогда В смысле Или это бы Намного Удорожило бы У нас сжатые сроки Такие Давайте приведу пример Аллегорию такую небольшую Вот вы решили построить Дачный участок Дом на дачном участке А сезон короткий Допустим даже Сезон короткий Бог с ним Наняли подрядную организацию Они начали процесс строительства Но вы понимаете Что это дом Котором будете жить вы Проживать На лето И так далее И так далее И тому подобное Наверное вы каждый день Туда будете ездить Наблюдать Что они сделали Правильно Как сделали Что не положили По технологии По технологии Нарушили Нарушили Так далее И тому подобное Правда Если вы заказали Вы положили свои деньги Вы хотите Чтоб за ваши деньги Вам построили И сделали это качественно Чтоб не через год У вас все не просело Ничего не тресло И так далее И тому подобное Здесь картин этой нет Вы поймите То есть баланс Держатель Это люди Группа людей Наемные люди То есть они приходят на работу И получают деньги И от того Что дорога разрушится Не разрушится они не потеряют абсолютно ничего. Лицо, может быть, да, потеряют, но кроме лица и своей чести, ну, больше ничего не потеряют. Ну, поговорите мы о них, ну, там, отзовёмся как-то неласковым, нелестным словом, да, и на этом, в принципе, всё закончится. Ну, вот, ну, давайте там, не знаю, давайте на личности перейдём, не знаю, может, меня-то опростит Ишутинов за это. Ну, вот был Ишутинов, руководитель УДПИ. Ну, нормальный, хороший мужик в целом, да, пока работал замом. Стал не замом работать, пошёл туда, начали склонять его фамилию в одну сторону, в другую, в третью, в четвёртую. Ну, собственно говоря, сейчас ушёл. Ну, сейчас поговорили о том, какой он был хороший, какой он был плохой, здесь или за и против. Ну, и всё, ситуация ушла. Ну, ушёл он на другую должность. Ну, всё, забыли, через год мы даже не вспомним о нём. Но здесь вопрос, мне-то кажется, что здесь вопрос не столько даже в репутации, сколько вообще в том, что можно ведь условно сделать больше дорог и рассказать о том, вы молодцы. Понимаете, нет контроля. Вот если бы, допустим, сотрудники УДПИ во время всех ремонтов, вот всех ремонтов, любых ремонтов, хоть колодцы, будь то, хоть, я не знаю, закатывание слоя, хоть фрезерование, они бы там присутствовали и наблюдали. То есть был бы так называемый правильный авторский надзор. Вот я заказчик, я заказал эту работу, я стою, наблюдаю, я каждый день хожу, так, ребята, а что это вот вы это вот не так делаете? А что это вот лопатами раскидываете? А что это вот вы тут виброплитой делаете? А зачем вы так делаете? А в технологии так можно? А где это написано? А в СНИПе вот смотрите так, а в СП вот так написано. А почему вы делаете вот так? Я помню, по первости рабочая группа как раз этим занималась. Я, знаете, вот сегодня утром как раз вспоминал, опять же, прочитав новости про Ильиш Ульгина, что у него как раз там дело идет, я реально вспомнил бывший глава администрации, как он по приезду сюда, когда стал главой администрации, заставлял чиновников работать. Причем заставлял, и это работало. Помните, когда, не буду называть фамилию, один из заместителей с коляской через сугробы, где должна быть пешеходная дорожка, перед телекамерами, попытался как-то провести эту коляску, пройти. Это чиновники-то оценивали ее качество уборки. Да, и после этого претензий к подведомственной территории этого чиновника не было. Он каждое утро обходил свою территорию, каждое утро, в принципе, выявлял те недостатки, которые были. Когда Илья Вячеславович организовал велорейды, на них тоже, насколько я помню, там еженедельные велорейды были, но он не успел это все дело закончить, потому что ушел из администрации. Чиновники выезжали, и после каждого велорейда куча нестыковок, куча нареканий было и подрядным организациям, и к содержанию уличной дорожной сети. Где это сейчас все? Я не говорю, что не должен на велосипедах ездить, но хотя бы раз в две недели выйдите, посмотрите, что с городом творится. Город превращается в большую свалку. Зимой толком не убирается ничего, весной все, что было не убрано, все это лежит в приладковой части. А напомню, это как раз отходы второго класса опасности, о чем недавно депутаты тоже говорили, которые необходимо срочно вывозить на полигоны, не складировать и не ждать, когда мы этим всем будем дышать. Мы всем этим дышим, а потом удивляемся, почему у нас различные онкологические заболевания в регионе усиливаются. Нет контроля, никто за это не отвечает. Я уверен, ни один чиновник еще не пострадал за некачественную уборку, не уборку уличной дорожной сети, за то, что там дороги трескаются каждый год у нас. Ни один не лишился премии. Ну вот Багир Багирович говорил, наверное, ну сколько, наверное, два. Багир Шарифов, ваш коллега тоже. Да, он, наверное, два говорил, мы тоже так были на эхо по этому поводу. Он говорил, ну да, я хожу, как бы говорю, ну и что, он зарплату получает, получает. Ну и что, сняли с него, зарплату нет. Ну да, ну премию, может, не заплатили, ну сколько. Есть же серьезные аналитические материалы в федеральной прессе, где говорится черным по белому, что до чиновникам, в общем-то, и неважно, это некогда им за этим следить, им надо сроки соблюсти, эти все контракты разыграть. В общем, кабинетные работы... Главное, чтобы сделать все было. Абсолютно верно. Кабинетные работы столько, что они... Вот вы абсолютно правы. Не важно им, что там наслаждаться. Ну, как Багир Багирович говорил, да, две проблемы. Есть деньги, нет денег. Первая проблема, деньги дали, надо освоить. Не освоили деньги, пришла прокуратура с проверкой, а что не освоили? А почему это не сделали, почему не разыграли, а почему вот это? И вот он сидит и думает, как бы не сесть. Ну, фактически, чтобы не пришли с проверкой, да, и не показали, и не целевое расходование там. Причем не сесть не в лужу. Да, 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 абсолютно верно. Куда ты еще не присесть. А теперь такие мы тут, интересно, да, общественники, говорим, а что вы не ходите, не контролируете и так далее? Они говорят, о, это еще головная боль. Ходи, контролируй. И сидит и думает, ну, не буду контролировать, что из этого, ну, дороги полетят. У меня в должностной инструкции не написано, что это... Да, ну и бог с ним, ну и что, в тюрьму не посадят, не посадят, прокуратура не придет, не придет, ну, ладно, бог с ним, этот момент можно выпустить. Ну, и что и, собственно говоря, происходит? Вот если бы прокуратура приходила, сказала, а где авторский надзор, а где у тебя журнал с заведением авторского надзора, а сходил ли ты сегодня, а посмотрела, проверила, какие замечания у тебя есть, а нет замечаний, а такого быть не может, что нет замечаний. Ну, у них же действительно так детально не прописано. Ну, безусловно, а раз этого нет, соответственно, зачем? Кабинет на работу, вы же правильно сказали. А у вас как, кстати, взаимоотношения с прокуратурой, так, чтобы вот... Ну, мы, если выявляем какие-то серьезные нарекания, мы направляем в прокуратуру письма для того, чтобы провели проверку... Денису бы прокурорские полгоны не помешали бы. Здесь еще один момент, а как раз по работе... Чтобы эффективнее все это было. В целом, по работе с администрацией, у нас на сегодняшний день, уже на протяжении, наверное, лет двух-трех, как раз, когда сменился глава администрации, в первую очередь отрабатываются жалобы из соцсетей. Это я знаю не понаслышке. Даже пример, когда я неделю назад опубликовал пост о том, что колодец уже три недели перерыт из этого пробки... А, это ЦОР, когда появился, наверное, в центре управления регионов? Нет, это было еще до него. Да, и тогда на следующий день, в эту же ночь, точнее, этот колодец отремонтировали, когда на три недели был разрыт, все, пробка перестала, на этом участке отсутствует. Отрабатывают соцсети, посмотрите, там только взлом кировчаяния что-то появится, соответственно, там день-два дает администрация на устранение этих недостатков. Получается, что мы работаем для того, чтобы показать видимость, ну, администрация работает. По-нормальному должно быть так, чтобы этих жалоб было намного меньше. Так это же как борьба с сорняками на огороде, она бесконечная, она бесконечная. Совершенно верно, а зато посмотрите, все пресс-релизы администрации сходятся к тому, что вот появилась жалоба, вот мы ее отработали, вот какие мы красавцы. А еще раз говорю, там выйти в рейд на улицу никто не хочет, прибирается только там центральная часть, потому что здесь театральная площадь, правительство прибирается у администрации, все, мы там снега практически зимой не видели. Но если там чуть отдалиться в разные стороны на километр, мы видим, что нет руки хозяйственника, к сожалению, в администрации. Ладно, чего мы все ругаем? Может, есть за что похвалить? Вот у нас пара минут до рекламы есть. Да, похвалить хочу. Как раз к вам шел, в том числе пешком по улице Ленина, где начали масштабный ремонт тротуаров и, слава богу, начали занижать бордюры для того, чтобы маломобильные группы граждан смогли беспрепятственно, о чем мы много раз тоже говорили, беспрепятственно передвигаться по этой улице, в том числе на самокатах и так далее, все это можно было преодолеть. Вот здесь большое спасибо им за это. На улице Карла Маркса тоже, между прочим, брощат. Сурикова строят, Сурикова строят, вы понимаете, да, Сурикова строят. Просто хотелось бы, конечно, это видеть все в комплексе. Вот опять же улица Карла Маркса, все замечательно, новые тротуары, мы едем по улице Карла Маркса, и что мы наблюдаем с перекрестком улицы Милицейская и Карла Маркса? А что мы наблюдаем, я сегодня там проезжала? Мы наблюдаем там ямочность, особенно по улице Милицейская, мы наблюдаем вот как раз вот эти, где там волны, где там волны должны притормозить, где мы там еще калийность уже наблюдаем, хотя улицу Карла Маркса не так давно делали, если вспомнить. Вот Костя как раз говорил об этом, именно о комфорте передвижения, потому что когда вы едете, вы помимо того, что смотреть даже на дорожные знаки, на автомобили, которые окружают рядом вам, вы еще на дорогу должны смотреть и объезжать эти ямы. А власти скажут, не все сразу, не все сразу, то есть если там какое-то время назад, какое-то время назад было вот так, как рассказывал Шамиль, когда приходилось на первой передаче тихонечко ехать за троллейбусом, периодически, значит, вылезая навстречку, вот, теперь нам сделали так, что уже не надо тихонечко на первой передаче, надо просто вот в небольшом таком напряжении ехать каждый раз, да, что ты весной, да, попадешь куда-нибудь колесом и встанешь тут на ремонт. Какое-то время пройдет, Константин, может быть, будет так, что не будет улица приходить в негодность над улицом. Вы понимаете, но это вот пример, который вы привели за 10 лет, то есть еще 10 лет пройдет, да, ну поверьте мне, ну вот мне будет через 10 лет, наверное, уже это неинтересно, согласитесь, жизнь-то идет. Ну все мы максималисты, люди, давайте будем открыто, честно говорить, нам нужно сегодня все и сразу. 10 лет, ну поверьте, а кто-то не доживет, может быть, до этого периода времени, правильно? И не увидит, и не увидит, и не порадуется, и не прокатится по такой хорошей дороге, правда ведь? Нет, здесь 10 лет мы не сможем ждать, потому что БКД заканчивается скоро, если его не продлят, поэтому денег столько не будет уже. Тут тоже, да, есть риск определенный. Давайте на рекламу сейчас сходим, затем поговорим о конкретных планах группы общественного контроля, да? Да, и еще мы хотели все-таки про развязки-то поговорить круговые. Реклама. Продолжаем наше общение представителям региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог общественной палаты нашего региона у нас в студии. Денис Парлок, Шамиль Бузиков, Константин Сичихин. Давайте о планах работы, да. Нет, подождите, подождите, давайте про круговые развязки-то поговорим. Давайте представим, вот мы сейчас как раз закончили с вами то, что, а если денег не будет? Да, 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 а такое вполне себе может быть. Вы поймите, как, с учетом того, что, если мы делаем, сейчас мы все живем за счет, там, грубо, федерального финансирования, это большая сумма, да? Если его обрежут. Если его обрежут, мы придем, например, к финансированию, который был, там, в 2015 году. Вспоминать не хочется. Это 120 миллионов максимум на дорожное строительство Кирова выделялось из бюджета города Кирова. Я думаю, что больше-то у них денег не появится, с учетом того, что наша администрация, она просто, ну, вот этим вопросом сейчас не озадачена. Но у них есть там, грубо, каждый год падает огромная сумма, они и рады этому, да? Так за 120 миллионов мы даже с вами ямочный ремонт нормальный не сделаем. Не, ну, слушайте, вот не хочется, конечно... А 4 года гарантийные закончатся. Так они раньше даже закончатся. Вот они уже должны сейчас заканчиваться на первой, да, участке? Вот, вот, у нас сейчас помного. Вот я не зря же про улицу Карломарса сказал, да? 4 года они заканчиваются по улице Карломарса. И все за свой счет придется. У нас заканчивается гарантия на дамбе в сторону, получается, Макаре. Там огромная колейность на сегодняшний день. У нас заканчивается... Вот мы в этом году, вот про планы, что мы будем делать. Мы в этом году будем очень много анализировать по гарантийным обязательствам. По гарантийным обязательствам тем объектов, которые либо заканчиваются в этом году, и смотреть, а что же делает администрация, что же делает УДПИ. И совместно с прокуратурой будем их заставлять, чтобы они, по крайней мере, у нас же не зря там... Сейчас у нас подрядчики, это Вятавтодор, это ГДМС, они никуда не делись. Пусть идут, милые, и исправляют свои гарантийные обязательства. В свое же время нам как раз говорили о том, что плюс нахождение подрядчика здесь, чтобы мы всегда сможем к нему обратиться. В этом году мне будет очень интересно, как нам дамбу будет исправлять та организация, которая ремонтировала. Я не помню, там либо Вятавтодор, либо ГДМС. Ну, кто-то наш. По-моему, Вятавтодор там. Да, ну, кто-то наш. Вот пусть идут, и эту калийность исправляют. А мы будем добиваться в этом году, чтобы эта калийность была исправлена. Потому что там сейчас, да, она существенная. Она сейчас уже не в нормативе на сегодняшний день. Будем добиваться, чтобы исправляли. Пусть из своего бюджета, пусть из областного бюджета достают деньги. Пусть откуда хотят, это делают. Но если у нас раньше нам заявляли, что мы это делаем ради того, чтобы эти подрядчики ремонтировали, исправляли гарантийные обязательства, пусть идут и исправляют. и также улицу Держинского пусть иду делают. И это вот основная цель и задача в этом году рабочей группы, это заставить администрацию совместно со своими, в кавычках, подрядчиками исправлять те гарантийные обязательства, и чтобы они не успели выйти. Потому что мы наблюдаем, что они любят дотянуть до того момента, а потом говорить, что извините, ребята, у нас гарантия закончилась, мы исправлять ничего не будем. Нет, извините, ребята, вы сейчас будете это делать, и обязательно это делать. А они вам скажут, Константин, что времени нет, и людей нет. А нас не волнует, есть прокуратура. А это уже халатность, кто не успел предъявить вовремя. Мы можем запросто в Следственный комитет заявление подать. У нас есть, как вы говорите, хорошо ли мы работаем с прокуратурой? Очень хорошо мы работаем с прокуратурой. И официально, и неофициально. Поэтому в данной ситуации мы найдем повод, чтобы заставить этих ребят работать. Непосредственно с СУДПИ, непосредственно с администрацией города Кирова. Ну, тогда ГДМС обанкротим. Ну, судя по прошлому-то году или более раннему периоду, как гарантийные обязательства выполняют? Вы же тоже... Ну, там даже не на три, на два с половиной. Но там гарантийные обязательства... Вот, по крайней мере, как раз вопрос по колейности. На улице Луганской проводился ремонт, по-моему, в 19-м. Там исправили. Но исправили как? А в колею наложили асфальт, а закатали. То есть не срезали верхний слой, не переделывали. Ну, соответственно, если так же дамбу... Замазали, да? Да, то, я думаю, что будет, наверное, хуже, чем было. То есть это же дополнительный какой-то фактор для отслоения этого всего. Потому что... Там нет адгезии с таким способом. Есть большое опасение, что когда-то всё-таки эта федеральная программа закончится. Хотя пока обещают, что не закончится. Обещают, что до 30-го продляют. Но мы же всегда, как говорится, у нас основной график до 24-го. 24-го не за горами, вот он уже рядышком, да. И хотелось бы, чтобы после 24-го мы хотя бы с этими дорогами более-менее комфортными, да, остались ещё года на 2-3, а то и на 4. Вопрос-то просто в том, что если такое количество участков из сделанного ранее надо переделывать по гарантии, как говорит Денис, 90% там, да, по каким-то оценкам, так когда всё будет сделано, все улицы, которые нуждаются в масштабном ремонте по федеральной программе, и она закончится, нам уже надо будет заново переделывать то, что мы делали когда-то. И вся эта история начнётся по новой, закрутиться. А денег не будет. Но мы же сейчас Чима-16 укладываем. И что? У нас гарантийные, дольше они должны стоять. А сколько? Не 4 года больше? Нет, но это всё так же 4 остаётся. В контракте всё так же 4, просто те сказки, которые нам рассказывают. А, кстати, выбора-то нет, что ли? Вот этот Чима-16 больше всего... Есть он выбор. Кто-то навязывает, кто-то составляет или что? Это навязывает Министерство транспорта. Она всем рекомендует. Это не обязательно, но мы рекомендуем всем, там и администрация района, города Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, до всей области наше Министерство транспорта рекомендует. Вот самое интересное, во всех письмах они пишут такое слово. Рекомендуем. Ну, потому что они, наверное, по закону не могут написать обязательно. Да, но когда глава района подаёт смету без Чима-16, им Дорожный комитет не принимают и говорят, ребята, а вы почему... Нам же рекомендовали сверху. Да, мы же вам рекомендовали, ну-ка давайте пересчитывайте. Они говорят, так у нас денег же мало. Ну, как бы совсем мало останется. Ну, ничего, мы вам рекомендовали, идите пересчитывайте. И идут, пересчитывают смету под там А-16, Чима-16. В итоге у нас там из пяти километров остаётся два километра. Все ахают-охают, но Дорожный комитет радостно им всё... Рекомендации исполняются, радостно им всё подписывают, выделяют финансирование, и все дружно выбирают одного подрядчика. В общем, добровольно, в принудительном порядке. Как он всегда был. Хотела обратиться всё-таки к этой теме, извините, круга разворотного кольца, который на Павла Корчагина. Честно говоря, мне не очень было понятно, почему работы начинаются летом. Я понимаю, что сезон короткий, но вы себе представляете, и мы все себе представляем тогда. Насколько вырастает трафик, как мне кажется, там в летнее время? Потому что там же дачи, сады, все едут, не знаю, там в Юркин парк, ещё куда-то. Насколько знаю, там не была готова проектно-смертная... А, госэкспертиза, по-моему, не была готова, да, Константин, если не ошибаюсь? Да, на стадии подготовки. Госэкспертиза? На портачу лишь. Да, но, опять же, здесь либо всё-таки, я думаю, чтобы уложиться в один сезон, а не два года этими удобствами, пользоваться надо как-то переносить на другой срок было, либо всё-таки, ну, по крайней мере, там найти виновных. Все эти госэкспертизы, все эти проекты, мы с вами видим, что некоторые подрядчики, не связанные с дорожным строительством, на это вот так плюют надолго, и школы у нас активно строятся, да. Вот, я считаю, что и дороги, особенно такие объекты, надо примерно по этому же сценарию устроить, в плане там, пока мы ждём, пока там госэкспертиза и всё в этом плане пройдёт, надо уже начинать какие-то подготовительные работы. – Вы общественники жалобы напишите в прокуратуру? – Насчёт чего? – Насчёт того, что кто-то там без документов чего-то начал делать. – Мы жалобы напишем, если люди к нам будут обращаться в плане того, что они будут стоять в пробке по два-по три часа, тогда мы напишем эти жалобы. – Ну, не вы, другие напишут. – Но если вопрос стоит о том, что надо это сделать быстро и в срок, и минимальное количество времени, так почему? – Есть риски, что этим летом там будет всё тяжело с трафиком? – Так это не риски, там 100%. – Там сейчас даже тяжело, а когда будут перекрывать, там хоть администрация выпустила красивый пресс-релиз о том, что там не будет никаких удобств, на самом деле неудобства будут, потому что там будет, там коммуникация, насколько знаю, надо переносить, это всё равно будет сужение проезжей части, и подрядчики не смогут без заужения их перенести. Ремонтировать будут проезжую часть, соответственно, всё это будет перекрываться. – А по поводу, в начале мы, да, нашей беседы говорили о том, что где-то у вас встреча должна быть, отчёт будете слушать. Можно поподробнее, да? – Нет, у нас будет заседание завтра, рабочая группа, это в среднем раз в месяц, иногда два раза в месяц. Завтра мы будем одним из вопросов мы поставили, это выделение дополнительных средств, куда они будут израсходованы, это полтора миллиарда рублей, о которых не так давно правительство заявляло. Вот мы как раз попросили Министерство транспорта рассказать, куда же эти деньги будут поправлены. – Да, поподробнее просто обрисовать, да? – Да, поподробнее обрисовать, потому что если у нас основной план ремонта дорог, он понятен, то хотелось бы понять, куда мы полтора миллиарда потратим. – Это на область на всё? – Да, это на область, в которой дополнительные средства пришли из федерального бюджета. Хотелось бы всё-таки понять, куда это потратят. Плюс мы запросили сейчас информацию, вот как раз сегодня уже подошла, мы попросили по гарантийным обязательствам с агломерацией города Кирова, это получается Слободской, Кирово-Чепецк, потому что осмотр улиц они уже проводят, у них уже есть понимание, в каком качестве они находятся, и такую же информацию запросили от города Кирова, чтобы понять, сколько дефектов выявлено, в каком процентном соотношении от дорог. Вот основные два такие, основные вопросы мы будем завтра разбирать на заседании рабочей группы. – Вы сейчас в обследованиях участвуете? – Вы выезжаете? – С представителями УДПИ мы не выезжаем, мы отдельно от них… – Нас не приглашают в последнее время, много вопросов просто им задаём, когда обследование проводится. – А они от вас как от мух отмахиваются? – Да, вот, например, на последнем обследовании, куда нас приглашали официально, это в Слободской, мы ездили, смотрели, да, нарекания есть, есть и хорошие моменты, есть и плохие моменты, но, по крайней мере, слушают, прислушиваются и готовы исправлять. – На дорогах области что-то будет хорошее происходить в этом году? – На дорогах области будет всё по стандарту, никакого капитального ремонта, везде будет только ремонт с филизированием. – Я с ужасом жду этого момента, да, поставят, всё будет хорошо. – Нет, подождите, участок опари на Вазюк, мой любимый, где я регулярно езжу. – Надеюсь. – Вроде обещают ремонт, да, капитальный ремонт. – Обещают, да, обещают, начиная от Мурашей до опари. – Да-да-да-да. – Вот, хотят его, вот этот объект как раз в капитальном ремонте должен быть, но, как я знаю, он же не за федеральные деньги идёт, он в рамках регионального бюджета. – Регионального? – Да, в рамках регионального бюджета, а в основном за федеральные деньги это будут основные направления, это опять Юнверские поляны, Советский, Иранск, направление Фалёнки, ну, такие основные направления, которые у нас интересуют. – Ну что? – Спасибо нашим гостям. – Работы удачные всем. – Спасибо. – Спасибо. – На этом завершаем. Первый час дневного разворота. Денис Пырлок, Шамиль Бузиков и Константин Синчихин. – Рабочая группа по контролю за ремонтом и содержанием дорог при Общественной палате Кировской области. – Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова